Эта загадочная история случилась в феврале 1959 года. Группа туристов, состоявшая из 10 человек, отправилась в поход покорять Северный Урал. Руководителем отряда стал Игорь Дятлов, студент 5-го курса. Позже один из ребят Юрий Юдин из группы выбыл. 1 февраля лыжники вышли к горе мертвецов, таксизыка манси, коренного населения Северного Урала, переводится название Халачахля. Приближались сумерки и дятловцы, как честно называют членов экспедиции, решили остановиться там на ночлег. То, что случилось с ними дальше, одна из самых больших загадок 20-го века. 15 февраля ребят ждали в родном городе Свердловске. Однако никто из экспедиции домой так и не вернулся. Близкие преподаватели пропавших стали беспокоиться. Начались поисковые работы. Примерно в 300 метрах от вершины горы обнаружили палатку, в которой находились вещи студентов. С одной стороны, она была разрезана. Скоро удалось найти тела всех участников экспедиции. Не выжил никто. Первыми подозреваемыми стали представители местного населения Манси. Но никаких доказательств их причастности к данному преступлению не было. Однако, они сообщили о том, что во втурноковую ночь видели в небе огненный шар. Этот факт породил новые теории. А что если лыжники стали жертвами НЛО? Ну и подтверждений данной догадки, разумеется, найдено не было. В следствии установило, что палатку ребята покинули внезапно и все вместе. А вырез в ней был сделан не снаружи, а изнутри. Что же могло заставить туристов так резко выбежать из палатки, не одетыми на мороз? Скорее всего, одетельцев что-то испугало. Но что это могло быть? На телах ребят было ленито множество ссадин и повреждений. Смерть большинства наступила в результате обморожения. Выдвигали версию, согласно которой студенты могли пострадать от рук преступников. В той местности располагалось много тюрем. Возможно, кто-то из беглых заключенных расправился с группой. Также предполагали, что дятловцы погибли от нападения животных, лося или медведя. В качестве возможных причин рассматривалась и атака снежного человека. Интересно и то, что одежду погибших отправили на радиологическую экспертизу, которая выявила повышенную радиоактивность на штанах и свитерах, принадлежавших двум участникам экспедиции. Нашлось немало сторонников того, что дятловцы погибли в результате испытания ракеты или боеприпасов. Просто оказались не там, где нужно. По официальной версии, смерть дятловцев наступила из-за стихии. В качестве возможных природных причин называли сильный ветер и сход лавины. Однако данная точка зрения подвергалась и продолжается подвергаться критике. Исследователи до сих пор пытаются выяснить, кто же повинен в смерти студентов. Особо смелые путешественники даже повторяют маршрут экспедиции Дятлова. Возможно, когда-нибудь один из них все же приблизится к разгадке этой запутанной истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok